Всем привет, ребята! Мы сегодня продолжаем второй выпуск. Есть Барни на выпуске. Это моя собачка. В прошлый раз мы о ней не говорили. И он периодически будет с нами участвовать в съемках. В принципе, раньше у меня был кот, его звали Хакер. Вот, потом он у нас пропал. Но он приносил своего вайба, своей энергии. Было достаточно прикольно вместе сниматься. Теперь у нас есть Барни, вот такой классный. Барни, скажи привет. Короче, знакомьтесь. Сегодня мы с вами обсудим разные темы, связанные, как ни странно, с Counter-Strike, с выходом CS2. Игра улучшается с каждым разом. Исправляются баги, какие-то текстуры, спреи. Становится достаточно лучше, играбельнее. И это позитивная новость. Ребята, я вам хотел рассказать о том, чем занимаюсь сейчас я. На весной начал отбирать игроков вместе со своей командой, с менеджерами. Мы сделали анонсы, кто-то видел, кто-то нет. В телеграм-канале, в инстаграме о том, что есть желание возродить просто и сделать классный состав по CS, у Main и перспективе Академию. На протяжении двух с половиной месяцев мы отбирали игроков. Я лично смотрел две-три главных составляющих, на которые я обращал внимание. Это скилл игрока и сам характер, какие-то моменты именно человеческие у этого игрока. То есть понятно, что он должен быть перспективным, талантливым и так далее. Должно в нем что-то быть. Но мне было интересно, кем он может стать, кем он может вырастить, какие у него есть задатки. В итоге мы отобрали из где-то там, ну, больше тысячи было заявок. Человек, наверное, 500 мы протестировали. Отобрали мы около 15 игроков. Ну, мне конкретно уже некоторые игроки отзывались. Мне нравилось, как они играют, какие там человеческие моменты у них, как они вообще мыслят, кем они могут стать, какие они люди. То есть я разбирался в разных таких аспектах. Я смотрю, понятное дело, в этом плане на перспективу. Как раз в тот период произошел такой момент. Известный футбол Езинченко. Он решил собрать свой состав по КСу и дал задачу, как я понял, своему менеджеру, который менеджер, который пришел к Сене на стрим или просто в личку написал, решил посоветоваться, спросить, как он может посоветовать хорошего тренера. Он, Сеня, посоветовал Кейна. В итоге пришел Кейн. Кейн начал везде, какая-то вышла новость о том, что он собирает состав для Зинченко команды. И как раз мои игроки, которые мы отбирали вот эти там все это там три месяца, они начали часть к нему идти тестироваться. Мы в этот момент с Кейном были постоянно в связи, потому что я ему рассказывал о том, что активно занимаюсь сбором команды. У нас был даже разговор о том, что может он будет у нас тренером. Ну, в итоге произошла такая ситуация, что часть игроков пошло тестироваться Кейну. Часть игроков, которые уже мы как бы утвердили, но не подписали контракты, что они будут в просто, начали тоже там как бы те игроки, которые пошли тестироваться Кейну, начали переманивать тех игроков, которые у нас были, потому что они все вместе в одной тусовке общались. Часть игроков, которые мы хотели взять в просто, у кого-то в академию, у кого-то в мэн, они ушли к зинчетинговой команде, которую вы сейчас знаете. Они у нас... Кеш, как у нас зинчетинговая команда называется? Пэйшн Юэй. Пэйшн Юэй, да. Они играли там в разные турниры, на них это, кстати, неплохо себя проявили и попали, по-моему, в рейтинге топ-100. Вначале у меня была такая обида, злость, прям такая агрессия Кейну из-за этого всего, потому что я посчитал, что так некрасиво, потому что мы с ним друзья, что он забрал у меня часть игроков. Ну, прошло время, я чуть успокоился и отпустил эту ситуацию, никаких обид не держу. Но ситуация произошла в любом случае неприятно. Ну, с точки зрения какого-то такого хорошего, да, то есть взгляда, я рад, что часть игроков, которые играют у Кейна в команде, это наши, ну, наши тусовки, как бы, ребята, которых мы нашли, некоторых игроков вообще никто не знал, мы как бы открыли, да, и они играют и становятся сейчас, могут стать профессионалами. Я этому тоже рад, что ты должен к этому руку, посмотрим, что будет дальше. Мы начали, тем не менее, продолжать отборы, продолжать тестирование игроков. Часть игроков осталась, чему я очень рад. То есть некоторые игроки, которые сказали принципиально, Даня, ты нас начал, как бы, тестировать, мы начали вместе работать, ты нам сказал, что ты видишь с нами будущее, и, как бы, как я понял, им тоже предлагали уйти, протестироваться и так далее, но они, типа, решили вот конкретно остаться у нас. В итоге собрали состав. Через какое-то время я понял, что, ну, мы хотим двигаться дальше, подписали контракты, и на данном этапе у нас есть сформированный уже состав, который мы хотим анонсировать, там, ну, в ближайшем будущем. Если сказать честно по поводу уровня нашей игры, играем мы пока слабо. Игроки у нас не сильно скилловые, скажем так, нет у них опыта, да, там, профессионализма, но мы понимаем, что они быстро растут, они очень мотивированы безумно, у них есть у каждого свои фишки. Так как я хочу сделать команду, которая будет Тир-1 и когда-то выиграть чемпионат мира по КС-2 уже, да, соответственно, мы должны делать в ближайшем тоже будущем академию. Соответственно, там будут заявки, если из вас кто-то хочет попасть в эту академию, пожалуйста, ребят, залетайте. По поводу зарплаты, вовремя она будет выплачиваться или будет выплачиваться, гарантии никто вам не дает. Но то, что статус академии просто у вас будет, это точно. По вашей интуиции, так сказать. Когда конкретно мы будем анонсировать академию, вот этого момента я пока не понимаю, потому что может так произойти, что мы можем набрать академию, которая будет лупить мейн-состав. У меня есть еще такое ощущение. Дистанция покажет, да, то есть, соответственно, я хочу сделать мейн-состав, который будет чемпионом и там должны быть игроки. То есть я в свое время там поменял много команд, потому что я просто становился лучше и вырастал быстрее. Со временем вышел там в ту команду, в которой я смог там начать уже выигрывать турнир. Вначале там в СНГ, в Украине, в СНГ, потом в Европе. А я вам это все, ребят, рассказывал, не для того, чтобы там напугать наш мейн-состав, который сейчас посмотрит это видео и каждый такой думает, блядь. Помню конкретно, что у нас в команде Pro100 еще в 2004 году была такая ситуация, что это началось где-то, наверное, позже, там, в 2006, когда у меня тиммейты, классные ребята, им большой привет, если они увидят выпуск, но они там как бы выбирали учебу, то есть они тренировались какое-то определенное время, ну, дополнительно занимались еще какими-то там делами, учебой и так далее. Мы же, конечно, хулиганы, ну, фанатики Counter-Strike, которые всю жизнь и все время отдавали такой Counter-Strike, я считаю, с нынешней конкуренцией. Мы понимаем, что с таким темпом, который сейчас, и те обороты, которые сейчас набираются, мы понимаем, что если ты просто играешь, кайфуешь, но не выкладываешься не на 100, а на 1000%, да, кто-то не дорабатывает, не дотягивает по разным причинам, мы, я лично всегда смотрю на это с такой философией, что этому человеку можно всегда помочь, дать толчок, и я этим занимаюсь. Короче, вакансии в Академию открыты, отборы начнем делать в ближайшее время, соответственно, приходите, оставляйте заявки, кто мечтал, кто хотел, у вас есть такая возможность, кто хотел поработать с Даней Зевсом, потусить и что-то повыигрывать в будущем, когда-то. Мне захотелось вообще вернуться в КС, я очень соскучился, то есть, если там, когда я заканчивал карьеру, мне реально вообще вот прям вот надоело, не хотелось с ним заниматься, то сейчас вот все, да, вернулось, соскучилось за всеми этими историями, за этими эмоциями, за победами, но я не нашел для себя там каких-то путей в нынешней ситуации, где более, которая происходит, чтобы идти на данном этапе, работать куда-то тренером, да, становиться. Поэтому решили вот пойти по такому более сложному, более долгоиграющему пути, ну, решили вот взять свою команду и сделать из них, воспитать крутых игроков. Если вам это вообще все интересно, пишите в комментах, насколько, что бы вы хотели больше, я вам рассказал, раскрыл, как вы это видите, мы читаем, слышим вас и можем дальше на эту тему общаться. Если вы были хоть раз в Амстердаме, то вы меня поймете. Партнер сегодняшнего ролика – HellStore. Это сайт, где вы можете выиграть море скинов. На сайте есть разные игровые режимы, например, классическая игра, где все участники скидываются скинами, один забирает весь выигрыш. Или один из моих любимых режимов – конфлип. Два человека скидываются деньгами, а один забирает весь приз. Также есть рулетка с разными секторами и разным умножением вашего выигрыша. Недавно появился новый режим – Crash, наверное, это самый популярный режим в подобных проектах. HellStore также раздает ежедневные бонусы. Нужно просто перейти в Daily Free и ознакомиться с условиями. По полный счет вы можете различным удобным для вас способом. Карточка, крипто и, конечно, скинами. Ну а по промокоду ZES вы получите бонус скромных, но очень приятных 2 долларов на счет. Ребят, ссылка будет в описании. Залетайте, пусть удача будет на вашей стороне. Также вы не забывайте, что здесь можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому не играйте на последние деньги. Good luck. Поехали дальше. Все, поехали. Итак, ребята, у нас неожиданный легендарный звонок нашему великому классному другу Арсению Треноженко, Сеньке, братушке нашему, которому мы сейчас обсудим с вами интересные темы. Сеня, привет. Здарова, Деса. Здарова, комьюнити. Рад тебя очень видеть. Смотрю постоянно твои стримы. Всего очень много интересного. Смотрю твои периодические влоги. И вот интересно узнать у тебя, сказать, что ты вообще думаешь по поводу КС-2, как тебе игра, что нас ждет, скажем так. КС-2 вышел недопиленным. Они, видимо, торопились со сроками. Непонятно почему. Потому что, ну, видимо, еще весной как бы всем сказали, что летом КС должен выйти. Летом не вышло, но так давайте осенью. Хотя и осенью, как мне кажется, не надо было запускать, потому что огромное количество багов. И, по сути, комьюнити должно играть с этими багами. Ну, если ты помнишь переход из 1.6 в CS GO, было что-то похожее. Правда, там, конечно, еще большая разница была. Но вот именно количество багов, оно зашкаливается. Почему? Потому что у них нет, видимо, такой большой, знаешь, тестерской компании. То есть это должно было просто быть огромное количество людей, которые это все тестили. Хотя мы же помним, что они давали доступ, как бы, к КС-2. И какие-то баги фиксились. Но в итоге все равно пришлось выпустить игру. И сейчас, как бы, они доделывают огромное количество разных моментов. Но, я думаю, придет полгода, и все-таки все решится. И, в принципе, я думаю, будущее ждет хорошее. Если вспоминать CS GO, когда мы перешли, играли, помнишь, вот эти первые турниры? Ну, помнишь, тут Mirage сумасшедший, вот эти французская команда еще называлась, да? Где там existence, very games, да? И насколько стрельба была корявая. То есть сейчас сколько времени? То есть это прошел не один год, насколько я помню, чтобы они сделали вот такой CS GO. Действительно классной, крутой игрой, которую они довели до идеала. Я думаю, что вот сейчас похожая, да, ситуация. То есть мы уже видим, что ближайший турнир начинается буквально там меньше, чем через неделю. В Австралии, да, в Сиднее. И мы понимаем, что они будут играть вот в этот CS. Это вот реально, как тогда мы играли с вери-геймс. Вот, ну, то есть тяжело, да, понять, что ты будешь играть в чемпионат, где призовой фонд 250 тысяч долларов, где лучшие команды мира. И вот такой, какой-то, да, еще недоработанный, явно контр-страйк сырой. Тогда прошло 3-4 года перед тем, как они реально допилили CS. То есть это и стрельба, и движение, и карты, и гранаты, и куча разных багов было решено. Сейчас все-таки, ну, переход немножко другой. И мне кажется, все-таки немножко быстрее они все это допилят. Поэтому я думаю, год. Но, видимо, других вариантов у них не осталось. То есть или ты выпускаешь, и пока все играют, ты начинаешь это все решать. Или все-таки тогда надо было бы откладывать вообще непонятно на какой срок. И, судя по всему, все равно даже через год, если бы они выпустили, да, багов было бы меньше, но они, скорее всего, все равно бы были, потому что, чтобы их найти, должно быть, там, сотни тысяч, по сути, игроков, которые про эти баги говорят, публикуют какие-то видео, там, и так далее. Ну, слушай, а ну вот вообще, как ты думаешь, с выпуском CS 2? Что еще такое глобальное в течение, там, нескольких лет может произойти из позитивного? Мы видим, что ажиотаж сейчас, на самом деле, вырос. Да, то есть больше команд, больше организаций. Мы видим, что Саудовская Аравия, там, вкладывают большие, там, десятки миллиардов долларов. Сейчас хотят собрать, там, супер состав, там, звезд. Вот, кстати, как ты считаешь, получится ли у Зоника собрать этот супер состав звездный, который станет чемпионом и выиграет мейджер. Ну, собрать, наверное, точно получится, вот станет ли он чемпионами, я не думаю. То есть, ну, скорее всего, там, выиграть один чемпионат в год или, там, там, за два года, то есть что-то, скорее всего, может, и выиграет. Но мне кажется, просто не так просто, знаешь, взять, напикать, перекупить и все, и вот стали они чемпионами. Тем более, как показывает практика, там, того же CSGO, вот есть команда Monty, например, да, в которую, там, было вложено, ну, несопоставимые, правильно, деньги, и они, как бы, вот, достигли, там, топ-4 ESL Pro League или на мажоре неплохо выступили. А тут, как бы, ну, там, до миллиона долларов, я так понимаю, и на Зоника будет потрачено на его команду, причем так заразно, знаешь, это же не до миллиона. Семь миллион, это давно было. Сейчас там только миллион можно так же, в зарплату. Ну, я слышал, там, электроника и перфектов, клаудная, там, что-то за два миллиона продали. Это же любят еще раздувать, но с учетом того, что там денег намного больше, и там, в принципе, если футболистам, да, мы везде слышим постоянно какие-то контракты по 200-300, там, по 500 миллионов, то, соответственно, для них платить даже в месяц, в год, зарплату несколько миллионов долларов игроку или тренеру, да, то, по-моему, что там, одному из лучших в мире, то для них это, как бы, ну, вообще небольшие деньги. Дело в том, что все равно вот это вот, то, что происходит в футболе с аудитами, связанное с другими видами спорта, в киберспорте, это, ну, похоже на какой-то все равно пузык, который через, там, два-три года лопнет, потому что все равно надо же деньги отбивать. Ну, у тебя же, у тебя может быть, там, хоть бездонное, там, золотое, золотое хранилище, но оно все равно заканчивается, если ты не будешь как-то компенсировать себе эти траты. То есть они все равно должны выйти на, ну, хотя бы работу в ноль, там, через какое-то время. Но выйдут ли они? Я тебе могу сказать по этому поводу такую историю, когда был в Абудабе, там был Бласт по CSGO, это было примерно год назад, то там я познакомился с владельцем сетью компьютерных клубов, и он мне сказал, что тут есть компьютерный клуб, который стоит, оценивается его в 30 миллионов долларов, его построили. Мы пошли его посмотрели, он там сделан, как большой космический корабль, весь там сияет, там, плазмы, и он там в основном, там есть компы, там есть вип-зал, много там разных, там, комнат с компами, но в основном акцент идет на VR, то есть там мотоциклы, машины, много всякой темы. Я говорю, ну, мы пошли по клубу и увидели, там, ну, может, от силы человек 15, с учетом того, что он там в тысячи квадратных метров. Я говорю, как вообще его собираются это все отбивать на 30 миллионов? Говорит, а не важно, говорит, а он зато один, единственный такой, самый крутой, и это типа круто, все. Но если у них такие деньги, и есть желание сделать, вот мы хотим, знаешь, нам пофиг, мы хотим лучшую команду, все. Да, то это работает на короткой дистанции. А я говорю, что все равно, там, 3-5 лет уже про Сауду Скорай, может, никто и не вспомнит, понимаешь? То есть надо пользоваться сейчас этим моментом, так сказать? То есть пока, да, то есть Зоник понял, что он все выиграл, надо переходить, типа, заработать миллион долларов, 2 миллиона долларов, и окей. И понятно, что кто точно выиграет, выиграют на короткой дистанции те, кто согласятся играть за вот эти команды. Как ты считаешь, вообще, вот с новой сейчас экономической системой в игре, с новым раундом, да, то есть игры будут быстрее, соответственно, там будут многие изменения. Как ты считаешь, рейтинг мировой сейчас вот с CSGO в CS2 сильно изменится? По твоему мнению, как ты думаешь? Я думаю, в начале точно изменится. Игры будут интереснее, игры будут быстрее, там, вот я читал комментарии, Ламыч, по-моему, говорил, что ценность АВика в системе с 12 раундами за сторону очень падает, то есть, типа, он еще говорил, что повезло, что у них ворот окей, типа, он и АВик, и одновременно крутой стрелок из эмки. Ну, вообще, вообще, я могу сказать, что у нас есть команда, потихонечку тренируемся, пока нонсов никаких не сделали. У нас есть АВик, который говорит, что, в принципе, в CS2 моделька намного быстрее выходит, то есть ты вот, когда смотришь на пиксель с АВП, да, если моделька пробегает, она, как-то, такое ощущение, что она быстрее пробегает, чем в CSGO, и ты не успеваешь. И, во-первых, сложнее, наверное, значит, стрелять, и еще аж экономическая составляющая, то есть ты бьешь на АВик, что у тебя должно быть 5-6 тысяч, это, соответственно, вы должны там выиграть пистолетку, если вы не выигрываете, то вы же обычно в третьем раунде покупаете, а в третьем раунде на АВик нет, а если вы этот раунд проебываете, то у тебя, соответственно, АВик появляется там к 6-7, а у тебя всего 13, и ты победил. Как ты считаешь, у кого больше шансов там в течение года стать там в топ-10 мира? У молодых игроков, ну да, которые играли там уже в CSGO, но которые сейчас будут задротить просто сутками в CS2, либо все-таки у стариков, у которых есть уже опыт, и им будет легче перейти. Ну, такое вот странное, но все-таки вот интересное мнение. Как ты считаешь, кто? Я думаю, каких-то в итоге средних типов, типа монты, которые там еще голодные к победам. Ну, монты и там ряд таких команд, на самом деле. То есть это такие средники, которые, да, на опыте уже, которые все прекрасно знают, и которые мотивированы, и которые могут, в отличие от там зажравшихся чемпионов, уделить там по 8, по 10 часов каждый день, то есть там наигрывать по 150 часов за 2 недели. А такие люди есть. Вот они, скорее всего, я думаю, будут. Ну, в принципе, да, логично. Сегодня у тебя большой, последний вопрос. Не будем тебя задерживать от как раз аудитов и от комьюнити. Какую сумму денег нужно тебе предложить, чтобы ты вернулся в CS2 в роли профессионального игрока или тренера? Ну, от 20 тысяч долларов. В месяц. И ты готов ворваться? Ну, это прям надо вот сутками время прям уделить этому, убрать вот стримерсы, вот это все. То есть 20-ка как бы. Ну, что, тогда 20 тысяч и Сенька и полетели, ребята. Хорошо, будем иметь в виду. Сейчас будем тогда звонить, обсуждать. Рад тебе, спасибо, рад тебя видеть. Настроение, улыбок, позитива. Только вперед. Давай, брат, обнимайся. Всем большое привет. Покеда. Давай, брат. Спасибо тебе большое. Алло. Да. Сеня, 20 тысяч долларов готов выдвигаться на команду тренировать либо игроком. Да, да, я с ним договорился. 20 тысяч долларов ежемесячно. Но это и тот меню, за который он готов. Будете решать? Хорошо, все. Мы будем тогда ждать вашего ответа. Нам желательно ближайшие там 15-20 минут, чтобы мы уже точно узнали. Все, спасибо. 20 тысяч долларов и готовы брать Сеню. Вернее, Сеня готов. А вот хотят ли у нас ребята из Саудовской Аравии брать Сеню, мы узнаем. Ну, двадцатка для них это вообще не деньги. Тем более, как мы понимаем, Зонику они готовы заплатить сотни тысяч долларов в месяц. Продолжая вообще эту тему, понимаем, что действительно очень интересно, сделают ли они такой состав, как они себе наметили. И все ли игроки так легко согласятся уйти со своей команды для того, чтобы пойти в этот суперсвездный состав. И деньги ли победят? Или все-таки некоторые игроки скажут, что мы хотим быть в своей организации, в своей команде и будут преданы именно этому пониманию, этому отношению. Посмотрим, кто деньги, команда, любовь к игрокам, к своим тиммейтам. Посмотрим, что все-таки будет. Мы видим, что Зоник принял для себя такое решение, насколько мы понимаем. Он готов туда уходить. Тем не менее, у нас сейчас, ребята, будет турнир в Сидней, где собраны практически весь топ мировой КС. Есть у нас проблемы с Монте, которые обратились сейчас с новостью о том, что их могут не выпустить, потому что вовремя либо не подали документы, либо какая-то киберспортная организация, федерация киберспорта у нас в Украине вовремя тоже не сделали заявки. Тем не менее, им еще лететь, добраться надо. У них осталось несколько дней. Будем держать кулачки. Монте мне очень нравится, импонирует, как они играют. Я очень классно отношусь к Ламычу. Считаю его действительно крутым тренером. Всеми руками, ребят, за вас, держим, болеем, чтобы у вас все получилось и у Вилителя в Сидней попали. Что можно сказать по поводу Сидней? Ну вот, если, в принципе, глянуть на у нас состав участников, у нас есть и Vitality, и Enzo. Ну, весь топ мирового рейтинга, и Faze, и Apex, и первая игра, и Na'Vi. На'Vi, которые играют у нас с Apex. Очень интересно. Думаю, мне кажется, что ажиотажа и интереса должно быть больше. То есть, потому что, не потому что КС сейчас стал таким, как мы его хотим действительно видеть, и который он, надеюсь, будет в будущем, а потому что всем интересно, как игроки будут себя проявлять именно в новой версии. И мне кажется, очень многое зависит от того, кто быстрее адаптируется, да, вот к новой игре. И мы понимаем, что вполне возможно, что мы увидим и на этом турнире, и вообще в ближайших, в ближайших следующих турнирах новых чемпионов, да, новых открытий. Мы, опять-таки, Сене это обсуждали в CS GO. Команды, которые, ну, завоевали, там, первенство, да, там, и, в принципе, начали обыгрывать те команды, которые были в CS 1.6, там, типа, крутыми, да, там, НИПы были, там, Вэри Геймс, ну и так далее. Там достаточно много разных новых команд. Здесь понятно, что не будет такого супер, такого изменения, но, тем не менее, может быть, какие-то игроки быстрее адаптируются к этой версии, какие-то придумают фишки, лучше будет чувствовать игру. И мы увидим новые открытия, новых звезд, новые команды и новых чемпионов. Мне кажется, что через, там, год мы должны увидеть больше денег, больше призовых, еще больше будет профессионализма, трансферный рынок будет расти. И это круто, ребят, это классно. Я, на самом деле, очень рад, что вся эта индустрия развивается, и у нас будет команда, за которую будем болеть. Я надеюсь, что вырастим в будущем крутую команду, которая будет всех побеждать. Я думаю, что пора перейти непосредственно от слов к делу, поиграть в КС с новым обновлением, которое вышло сейчас, особенно последним, да, посмотреть, что к чему. А вы, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях вообще, что вы хотите увидеть, о чем поснимать, о чем поговорить, кому позвонить. Я думаю, что нам пора выйти на связь с мистером Джелем из Na'Vi. Можно было бы у него взять небольшое интервью, я думаю, это было бы реально круто, это была бы бомба. Поэтому лайкос, это то, что минимум вы можете взять. Ну и пишите, что хотите в следующих выпусках обсудить. Полетели, играем. Ну что, поехали, поиграем сейчас просто в КС-2. Почувствуем стрельбу, полупим хедшотики, посмотрим, что же, что же. Вот у нас есть как раз здесь сейчас Dust-2. Берем калаш, обожаю калаша. Не могу сказать, что прям очень жестко заметно, но я чувствую, что я лучше не стрелять. Видно, что работа ведется. То есть в голову уже приятнее еще попадать. В принципе... Ну, спрей... Спрей нормальный, но к нему надо привыкать. То есть явно... Ну и в целом движения. Они чуть-чуть другие. Блядь, ну иногда тебе попадают тоже в лицо. Ну кто больше будет? Новая игра. Ну что, кто больше будет тренироваться, того больше. Понятно, что скилл как бы будет решать. Но Сеня вот правильно сказал, да, вот что-то среднее. Чтобы это были молодые, но в то же время уже как бы и скилл. Ну что, очень многое зависит от количества тренировок и игры. Нипы стали номер один. Веригейм французы, ну и Сорса. Вот кто играл в Сорс еще, они просто Нипы играли раньше. Нипы начали играть, но игроки вот Форестом, Гитрайт, они начали играть раньше. Вот Фрайберг у них и Фитлорен такой игрок был. Это игроки, которые были в Сорс играли. То есть для них КСГО как бы, ну, стал намного проще было и начать играть. Просто они начали раньше, за 2-3 месяца тренироваться, чем остальные команды в КСГО, потому что они уже знали, что будет, мы до конца не верили, что будет переход из 1-6. Мы думали, нет, не может быть такого, это другая игра. А они просто уже поняли, им сказали, что это по-любому неизбежно. Ну а так много повылазило игроков в команд, которые играли в Сорс. Мы очень поздно в то время пришли, не могли долго раздуплиться. По поводу сейчас вот игры, я могу сказать, что играбельно. То есть, ну, можно достаточно нормально играть. Ну, не так уж плохо прям. То есть могло быть хуже. Но я считаю, что турнир очень быстро проводится, с учетом того, что еще не успел никто. Ну, может, тем оно и интереснее, тем прикольнее. Еще никто до конца, мне кажется, не привык к игре. Я хотел сказать, что мы тогда в Na'Vi уже вышли на определенный уровень. И у нас мы уже играли, я помню, на Старладере в финале с Нипами. Они тогда были вообще там супер жесткие. Никто у них не мог выиграть просто. И мы проиграли им Best of Five, по-моему, ну, два-три по картам. То есть мы две карты выиграли, три проиграли. И мы им прямо дали жесткий бой. И все было, ну, как бы, хорошо. И потом, буквально через месяц мы играли еще один турнир, где была сборная команда, там играли поляки, по-моему, TAS, Neo, с Кенни, S и Apex. И они нас обыграли, и у них пятый играл овердрайв тогда. И у меня ребята, Маркелов и Эдвард, они, типа, типа, зарейджили, что после этого проигрыша, типа, что мы вот лохи такие, им предложение поступило пойти в команду. Мы тогда, ну, мы из той команды, которая была вообще полностью, там, Lugar, мы все-таки вышли на уровень, уже играли в финалах, неважно там, да, пока не выигрывали, но уже были рядом. Нам осталось, как бы, дальше работать. Естественно, когда вот они ушли от нас, а это было у нас, чуть ли не два самых сильных игрока, то вот тогда был самый тяжелый период для меня, потому что все начало у нас, надо было с минус нуля, мы взяли молодых пацанов, это большая работа, мы очень много проигрывали, период был такой сложный. Ну, что, я играю, я не до конца понимаю, сколько у меня хп, то есть красный я или меня просто попали чуть-чуть. Ну и спрей, еще спрей, вот разброс, конечно, большой, сильно, явно, что работы еще очень много нас ждет. То есть иногда, вот в чем проблема, я иногда чувствую, что я прям жестко законтролил, а иногда понимаю, что ну вообще, типа, спрей куда-то вообще в разные стороны. Ну и подлагивает немного, я чувствую, что подлагивает. Я не знаю, почему, он в принципе хороший, наверное, надо, чтобы он еще жестче был. Не, ну на самом деле, круто, что новая игра, новые возможности, так сказать, ажиотажа больше, поэтому в целом, интересно. О, я думал, что не убьют. так, мы играем пока, хатшот. Да, вот эти движения модельки, сука, когда он двигается, ну очень непонятно. Получается, тренируешься, тебя, ты привыкаешь к чему-то, выходит обновление, и тебе играть чемпионат, ты к этому не адаптировался. Естественно, это напрягает. Такое уже было в CSGO. Я думаю, что сейчас всем, как бы, еще пофиг, потому что, ну такая сырая игра, но если это будет в дальнейшем, то я думаю, что будет, мы увидим много негатива в эту сторону. В Valve важно осмотреть график турниров и пытаться все-таки делать все обновления, ну как минимум, последние там, я думаю, за неделю до чемпионата. Если говорить еще про те замены и вообще решафлы, которые происходят в мире, у нас киберспорта, мы можем отметить, что получается состав, который хотят звездный, супер, вот этот Falcons собрать, там у нас хотят видеть Magic, саду при может быть, там быть Monosi, Twist и Nika. Также ходили слухи, но я не знаю, насколько они правдивы, что Na'Vi хотят убрать IEM, но я не думаю, что это реально, но вот есть такой слухок, и они хотят взять чуть ли не дупри. То есть за дупри, короче, борются многие команды, также мы можем отметить, что велись переговоры о покупке Boomage в Cloud9, чтобы воссоединилась вот эта вот тройка, получается, Perfect Electronic и Boomage, но, насколько я понял, за него запросили большую сумму денег, да, чтобы его купили за выкуп, и, как я понял, Cloud9 отказались. Для меня самый странный сейчас решахл, который может произойти, развал команды Vitality, потому что команда Vitality сегодня у нас номер один в мире, стоит на первом месте в рейтинге, могут спокойно, короче, развалиться, произойти решахл. Зоник от них уже через какое-то время, да, скорее всего, уйдет, потом ходят слухи, что там у них какие-то проблемы с организацией, они хотят точно ставить за Иву и Апекс, остальные игроки непонятно. Ну, обидно, честно говоря, потому что эта команда, ну, реально очень круто играет, мне нравится их стиль игры, они, ну, короче, они вышли на тот пик, как раз, когда им нужно сейчас, наоборот, вот, всю ту работу, которую они проделывали, собирать, как говорится, сливки, выигрывать турниры, перестроить сейчас кс-2, и вот у них есть все возможности. Вместо этого начинается, начинается, как всегда, тот самый бардак, который был у нас в Гамбитах, к сожалению. Вот, будем смотреть, что, что будет вообще происходить, ну, тем не менее, идут решафлы, идут какие-то расклады. В принципе, это тоже нормально, потому что, знаете, всегда такие решафлы происходят, как правило, после мейджора, да, так как сейчас переход идет с одной игры в другую версию, и, соответственно, многие там организации, которые, или команды, которые хотели уже сделать те самые решафлы, они просто подумали, что новая версия, пора сейчас как раз действовать, а не ждать время, чтобы прошло, и все равно они сделали те самые решафлы. Кто-то, наоборот, наверное, сейчас хочет все-таки подождать, посмотреть, дать шанс именно этой команде в новой версии и дальше уже принимать решения. Очень много всего интересного, ну, а мы ждем, когда мы все-таки сыграем напарниками два на два, потому что это, что-то, блядь, не хотят нас сыграть два на два. Спасибо всем за внимание. Обсудили разные темы, надеюсь, вам было интересно. Если какие-то вещи, которые вы бы хотели обсудить, мы не затронули, пишите в комментариях, обязательно с вами обсудим. Поэтому всем хорошего настроения, позитива, играйте в CS2, скоро увидимся. С вас лайкос. Субтитры сделал DimaTorzok